В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вам решать. Саров представил 20 заявок для участия в проекте инициативного бюджетирования. Праздник усатых и полосатых 1 марта в России отмечают День кошек. Профтренд. В Сарове продолжается масштабный проект по профориентации школьников. Далее расскажем обо всем подробно. Изменения в правила дорожного движения вступили в силу с 1 марта. В частности, на круговом перекрестке отдали приоритет участникам движения, едущим по главной дороге. Если же пересекаются равнозначные направления, то пропускать нужно тех, кто уже движется по кругу. Также в ПДД окончательно закрепили понятие средства индивидуальной мобильности, которым отнесли электросамокаты, сигвей, гироскутеры и моноколеса. На них теперь можно ехать по тротуару и велодорожкам со скоростью до 25 км в час, уступая пешеходам. И только если устройство не тяжелее 35 кг. Двигаться по правому краю проезжей части можно с 14 лет, но если максимально допустимая скорость на участке не превышает 60 км в час. Кроме того, транспортное средство должно иметь тормоза и фары. Также появится несколько новых дорожных знаков. Движение автобусов запрещено. Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Лица, использующие средства индивидуальной мобильности. Зарядка автомобилей и две разновидности знака «Парковка» для платной парковки, а также для инвалидов. Раньше в этих двух случаях использовались таблички. По той же схеме вводится несколько вариаций знака «Въезд запрещен». 6 марта стартует голосование за проекты «Вам решать». Горожане будут определять судьбу предложений по благоустройству города. Всего утвердили 20 заявок. Среди идей, которые представят на выбор, организация летнего кинотеатра и устройство площадки для исторической рекламы. Новое уникальное комфортное пространство может появиться в нашем городе. Молодежный центр хочет установить современный кинотеатр под открытым небом. Конструкции со светодиодным экраном рассчитаны на 50 посадочных мест. Летом здесь будут организовывать кинопоказы лучших фестивальных фильмов, творческие встречи детей и молодежи с актерами, режиссерами, поэтами, проводить творческие вечера и квартирники. Этот проект молодежный центр выдвигает на конкурс инициативного бюджетирования «Вам решать». Идея создания кинотеатра возникла у горожан. Развитие молодежного центра предполагало не только внутреннюю реконструкцию, а и прилегающую к ней территорию. На одном из форумов молодежь предложила построить во дворе молодежного центра кинотеатр под открытым небом. Сейчас это очень актуально. Кинотеатры во многих городах под открытым небом открываются и пользуются большой популярностью. Площадку планируют использовать и для лекций, тренингов и мастер-классов. В дальнейшем здесь обустроят зону свободного общения для возможности творить и работать на свежем воздухе. В конкурсе «Вам решать» молодежный центр уже принимал участие. В октябре благодаря проекту инициативного бюджетирования во дворе учреждения открылась современная и многофункциональная спортивная площадка. С новым проектом двор молодежного центра станет универсальным общественным пространством, куда можно будет прийти отдохнуть с семьей или с друзьями. Когда рядом находятся две площадки – спортивная и творческая, это расширяет возможности проводить какие-то необычные формы мероприятий, где будет и возможность заняться спортом, и возможность посмотреть фильм. И так как у нас рядом будет кафе, это можно будет провести целый день и с пользой, и с интересной. Под открытым небом в нашем городе может появиться и интерактивный музей. В этом году в проекте «Вам решать» принимает участие объединение «Армир» центра внешкольной работы. Двор украсит средневековые декорации, крепостные стены, панорама древнего русского города. Планируют установить разборный павильон, стилизованный под избу, где сыровчане смогут участвовать в мастер-классах по разным ремеслам. Это будет работа с кожей, работа с деревом. Есть мысли про гончарную мастерскую. У вас, в случае, круг гончарный с лепкой из глины всякого. Кузьничный мастер-класс – это, кстати говоря, предполагает одна из статей расходов у нас в проекте. Это как раз создание антуражно-средневекового кузницы. Потому что то, что мы сейчас имеем, оно не историческое, как говорят. На площадке для исторической реконструкции будут проводить занятия по обращению с макетами исторического холодного оружия, занятия по фехтованию и стрельбе из традиционного лука, потешные сражения различных исторических эпох. Это возможность такого созерательного досуга для подростков и молодежи, прежде всего. Это будет содействовать укреплению патриотическим настроениям, формированию такой позиции. Какие пространства города благоустроят в этом году, решат горожане. За понравившийся проект можно будет отдать свой голос на сайте голосза.ру. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Проверку системы оповещения в Нижегородской области перенесли. Она должна была пройти 1 марта, но из-за хакерских атак на радио и ТВ ее решили отложить. Новую дату проверки пока не называют. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Любительская спортивная охота на все виды животных запрещена с 1 марта. С этого дня нахождение в лесу с огнестрельным оружием считается браконьерством. Нарушители будут привлекать к ответственности. В каждом районе работает свой охотничий инспектор. Кроме того, развивается Институт производственных охотничьих инспекторов. Напомним, что благодаря комплексу мероприятий, предусмотренной госпрограммой охраны объектов животного мира в Нижегородской области, в регионе в последние годы зафиксировано рост популяции лоси и косули. Закон проекта о безопасности газоснабжения домов одобрила Госдума. Согласно нынешним правилам, жильцы сами подписывают договоры на техобслуживание оборудования. Один многоквартирный дом иногда обслуживает десятки компаний, и не все из них действительно работают добросовестно. Некоторые частники не имеют даже аварийной службы. Если примут новый закон, техобслуживание газового оборудования доверит одной организации, которую выберет управляющая компания. При этом Кабмин пропишет требования к этим организациям, порядок расчета стоимости их работы. Газоснабжение официально станет коммунальной услугой, которую предоставят в случае исключения договора на техобслуживание оборудования. Контролировать исполнение будет госжилинспекция, а граждане должны будут обеспечить доступ газовщиков в свою квартиру. Проект на старте продолжается в Сарове. Очередная встреча пройдет в субботу, 4 марта в 11 часов. Семьи с детьми от 6 лет приглашают на лыжную базу на бесплатный мастер-класс по лыжам. Его проведет инструктор-методист спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Светлана Кузьменко. Для записи необходимо подать заявку. Ее форма есть в группе Молодежного центра ВКонтакте. Подробности по телефону 99-112. 1 марта в России отмечают День кошек. Пушистые домоседы улучшают жизнь одним своим присутствием. Снимают стресс, привносят в дом уют и спокойствие. Выбрать себе питомца можно в приюте Мурдом. Там живут около ста кошек разных пород и окрасов. Уже полтора года волонтеры приюта Мурдом занимаются спасением кошек. На их счету сотни жизней. Каждая кошка, которая попадает сюда с улиц, огородов или квартир, получает нужное лечение. Ей делают прививки, обрабатывают от паразитов, приучают к рукам. Затем пушистикам ищут новых хозяев. Сейчас на попечении волонтеров у более ста животных, молодых и в возрасте, игривых и спокойных, рыжих, полосатых. Один из сторожилов Мурдома – кот Вижен. История его банальна. Он жил на улице, где-то в подворотне, там со своей семьей. Еще у нас Баки был, тоже его братик. Их подобрал наш волонтер. Они уже были все с соплями, с текущими глазами. В общем, инфекция была сильная. Они еще были прям маленькими, крохотными, скажем так. Ну, более-менее килограмм, может, полтора. Сейчас Вижена не узнать. Он превратился в шикарного откормленного кота, которому для счастья не хватает одного – семьи. А вот Кутузов попал в приют недавно. Вместе с мамой и братом Наполеоном его принесли с огородов. Животных подлечили, вакцинировали и стерилизовали. У Кутузова более такой нрав недоверчивый. Но хотя он агрессии никого не проявляет. Он просто боится. Мама у него более такая ласковая. Она мурчит. Она уже к рукам приучена. Она тянется к человеку. То есть она более такая женственная, скажем так. Когда волонтеры отдают животное в семью, они сразу предупреждают новых хозяев обо всех нюансах. Для кошки переезд в новый дом – это всегда большой стресс. Несколько дней она может сидеть под кроватью и не вылезать. Отказываются ходить в лоток. Но, как заверяют в Мурдоме, главное здесь набраться терпения. Когда кошка поймет, что на новом месте ей ничего не угрожает, все наладится. Кошки считают нас собратьями. Более большими, лысыми, но собратьями. Не знаю почему. Потому что, наверное, это из-за того, что они как-то человеку тянутся. Если бы они нас считали прислужниками, чем им нужны вообще? Они бы к нам так не тянулись. Есть кошки, которые просто не могут жить без человека. Человек для них – это их семья. Ну, как я считаю. Но, таких кошки не все. Для некоторых нужно прислужник просто-напросто. Приют Мурдом находится на товарной базе. Познакомиться с его обитателями и выбрать себе животное можно, предварительно договорившись с волонтерами по телефону 8 908 762 09 51 и 3 79 51. Кроме того, помочь приюту можно кормами, пеленками и наполнителем. Екатерина Апенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Об особенностях профессии инженер-конструктор узнали ученики 7-8 классов школы номер 17. Ребята стали участниками проекта ДДТ и ядерного центра «Профтренд». Под руководством опытных специалистов в НИЭФ школьники создали объемную модель с необходимыми параметрами. Подробности далее. Городской проект «Профтренд» на протяжении нескольких лет знакомит ребят с миром различных профессий, востребованных и нужных на предприятиях в НИЭФ. В формате проекта школьники проходят по станциям и пробуют самостоятельно выполнить несколько практических заданий. Помогают им в этом специалисты ядерного центра. В этот раз встреча «Профтренда» в школе номер 17 на целый час погрузила учеников 7-8 классов в работу инженера-конструктора. Такая встреча нужна, чтобы ребята понимали, чего они хотят от своей жизни, кем они хотят быть, и сразу определялись с вузом и направлением, на которое они хотят поступить. Потому что это определяющее сейчас, чтобы они знали четко, куда хотят пойти. Вначале сотрудники ядерного центра рассказали ученикам, кто такой инженер-конструктор и чем он занимается, что такое 3D-моделирование и какие возможности есть у инженерно-графической программы «Компас». А затем последовала практика. На компьютере школьники под руководством наставников попробовали создать объемную компьютерную модель «Человечка-Лего» с необходимыми параметрами. Ребята научились соединять детали, делать маркировку и раскрашивать объект. Не все у участников получалось с первого раза, но процесс оказался увлекательным. Сложным было, например, разместить текст на самом объекте. И сложно было сделать так, чтобы модель, в принципе, собралась и выглядела подобным образом. Мне понравилось то, что не на плоскости это ты делаешь, а вот в проектировании в 3D. И раскрашивать и вообще создавать эти модели любые и персонажи. В марте во Дворце детского творчества в рамках профтренда намечено несколько мероприятий. В необычном формате ребята познакомятся с техникой безопасности на производстве. Для учеников 8-10 классов пройдет День увлекательных наук. А для самых маленьких подготовили игру по станциям «Привет! Бэби-скиллз». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Впервые в этом году детская библиотека имени Пушкина объявила благотворительный сбор книг для детского отделения клинической больницы «50». Для подрастающего поколения собрали 55 книг. Подробнее об итогах акции «Книга-дар» расскажем далее. Дарить подарки гораздо приятнее, чем получать. Это простая истина, хорошо знакома участникам акции «Дарите книги с любовью». Каждый год в библиотеку имени Пушкина читатели приносят детскую литературу, художественную или научно-популярную. Так книги обретают вторую жизнь и находят благодарных читателей. Часть книг, собранных в этом году, отправилась в Дивеево. Участвовали в пополнении фонда детской библиотеки при школе искусства Монастырской. И туда мы передали разнообразные книги от классической до религиозной тематики и научно-познавательной. И поскольку это школа искусства, и по искусству книги в количестве 240 экземпляров. Впервые в этом году был объявлен благотворительный сбор книг для детского отделения клинической больницы номер 50, в котором приняли участие юные и взрослые читатели Пушкинки. Не смогли остаться в стороне и сотрудники библиотеки. 55 книг уже передали в больницу. Мы в свою очередь благодарим всех жителей, которые откликнулись на эту акцию и продолжают откликаться, потому что на самом деле акция «Книга Дар» продолжается в течение всего года. И у нас есть свои благотворители, уже меценаты, я бы сказала, которые изучают подробно список на нашем сайте книг, которые нам нужны. И дарят именно то, что нужно нам, нашему фонду. Список книг, которые нужны фонду детской библиотеки, можно найти на сайте Пушкинки в разделе «Дарители». И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдёте все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА